Число Пи до сих пор открывают, потому что это что-то вроде кода Вселенной. Честно, знаешь, как муравьи ориентируются? Как муравьи ориентируются? Они прокладывают дорогу из феромонов и идут к еде. Сейчас мы снимаем на Соне. Очень тяжело ее держать на вытянутой руке, она существенно тяжелее. Смотрим разницу в качестве. Влад, какую мысль ты сейчас хотел бы задвинуть? Рассказываю принципы анимации в блендере. Итак, мы поднимаемся со средней площадки. Съемка DJI 60 кадров в секунду. Сейчас попробуем снять полнокадровый Sony на 24 кадра в секунду с андефильтром. Будем делать техническое тестирование. Итак, преимущество у нас Pocket'а в том, что мы постоянно в стабилизированном состоянии находимся. Мы можем ходить, передвигаться. Он снимает довольно гладко. И он компактный, но и по сравнению с камерой относительно дешевый. Вот я пробую на камере обойти тебя. Это сделать сложнее, потому что она крупнее, тяжелее. Преимущество, наверное, только в том, что есть возможность сделать зум. Тогда будет задним планем приятное приближение перспективы. Ну, конечно, то, что зум может сильно дальше приблизить, чем на Pocket'е и плюс сменная оптика. Это, конечно, плюс. Но, вы знаете, у всего есть минусы и плюс. Итак, мы спускаемся с крутого склона. Очень удобно снимать, потому что топит очень легкий. Владиша новый ботинок из красства стали. Мне очень нравится. На камере, наверное, полнокадровая. Это будет очень тяжело заснять. Подожди, сейчас попробуем. Итак, пробуем заснять. Передвижение. Кстати, из-за эндофильтра, по-моему, появились кресты. Это неприятно. Так, я сейчас теку очень сильными подвергионами, потому что очень узкая тропинка. Потом посмотрим, как это отображается на Pocket'е. Я думаю, что удержать так ровно полнокадровую не получится. Нет, просто бы, разумеется. Но, а гимбл на гору я не потащу. Типа там, отживедину. И, получается, не держа иронины. Ну, кстати, то, что сейчас, наверное, при любом панорамировании есть строп, из-за того, что 24 кадра в секунду, можно переключиться в полуторный кроп, на что было 60 кадров в секунду, и посмотреть, как там будет. И так, мы переключились на 60 кадров в секунду. Можно панорамировать. Видео должно быть в гладкий. Даже еще появился дополнительный зум без потери качества. Сейчас мы проверим, зачем нужен НД-фильтр. Сейчас 24 кадра в секунду. Выдержка 1,5. Снимаю, получается, с НД-фильтра. Владюш, давай! Стоп! Теперь мы сняли НД-фильтр. И Владюша сделает уже самый тест. Влад, давай! Должен быть строп. Потом на посту посмотрим, в чем разница. Так, ветер усиливается. Пробуем пройти с зеркалкой. И, получается, шаги чувствуются. Главное, пройти очень сложно. Сейчас мы зумируем. Теперь мы переключаемся на кадрирование. Без потери качества. С 1,4 начинается уже потеря качества. И, получается, используют цифровую зону 4К. И, получается, что корабли в Нивском заливе. Покет тоже есть небольшую цифровую зону. Так вот он выглядит. Вот те самые низкие корабли. Там далеко она, конечно, огни достанет. Зато у него есть другой преимущество. Сейчас покажу. Итак, преимущество Покета в том, что я спокойно иду. Он маленький. Я его подержу на вытянутой руке. Осталось всем стабилизировать. Шаги не чувствуются. Ну и вот как бы я на Покете это заснял. Это житие сейчас увеличил 70 миллиметров. Вау! Там красиво. Улучшили адреналины. Конечно, зум это очень классно. Покет это очень компактно. Поэтому выводы такие, что нет универсального устройства, которое может делать все. Есть специализированные устройства, которые каждая делает свое лучше, чем универсальное. Так, так, смотрим. Влад, посними, что сзади меня летают пара планерюги. Снялась? Молодец. Ну что, друзья, сегодня мы заканчиваем наше тестирование, наш обзор. Всем пока. Мы зазумировали. Что, я теперь зумер? Влад, ты зумер. Ты зазумированный. Нормально? Угу. Изменяя свой голос на писклявый. Ну, нормально. Мне даже, кажется, спецэффекты накладать не надо. Сейчас вот на камере диафрагма 5, а задний фон размыт. Да. Ну, наверняка на Покете нет. Потом на посте посмотрим. На Sony 24 кадра в секунду. НД-фильтр 1,5 и СО-200. Понятно. Угу. Угу. Угу.